Долгожданное начало сезона. Этого момента, кажется, ждали все – хоккеисты, тренеры, болельщики. Вот уже третий год «Динамо Шинник» выступает в молодежной хоккейной лиге. Значимое событие для всего белорусского спорта не пропускают почетные гости. Федерация хоккея, столичная «Динамо Минск», руководство города. Право первого вброса шайбы у Александра Богдановича и Игоря Киселя. В этот раз бобруйская команда играет в серебряном дивизионе западной конференции. Рок судьбы. В соперниках первой встречи прямые конкуренты из предыдущего розыгрыша – «СКА Юниор». Задача стоять очень серьезно перед нашими хоккеистами. Самое главное, что нацелен на этот тренерский штаб и ребята. Естественно, мы будем играться и биться до последнего. И видите, как сегодня болельщики пришли, они поддерживают нашу команду, как было в прошлом году, так и в этом году. Удачи им! Есть такое мнение – как в сезон войдешь, так его и проведешь. С первых минут становится понятно – бобруйская дружина вышла побеждать. Со старта шинники дежурят у ворот соперника. Интенсивный навал дает результат – 2-0 после первого периода. Что касается развития и части белорусского хоккея команды «Динамо Шинник», то это самое доминирующее звено в развитии нашей молодежи. Поэтому мы желаем успеха «Динамо Шиннику», развития нашим белорусским хоккеистам. И хочется поблагодарить всех, кто оказывает поддержку этой команде. И непосредственно Игорю Николаевичу Киселю, потому что он полюбил ее и относится уже по-отцовски к команде «Динамо Шинник». Трибуны не утихали все 60 минут. Поддержка болельщиков внесла свою лепту в итоговый счет. А вот так бобруйчане умеют болеть за своих. Ну что, ребята, давайте покажем класс! Бобруйчане! Бобруйчане! За кого сегодня мы болеем? За «Динамо Шинник»! Как вам игра сегодня? Классная! Классная, отлично! Какие вообще, в принципе, ожидания? Вот первая игра сезона, какими закончим чемпионат? Победители! Определенно победители! И какие ожидания от матча? Наши выиграют, конечно! 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 С каким счетом? Ну, на вскидочку! Вскидочку? Ну, еще «Гала-2» будет, 100%. Ну, 4-2, думаете? Я думаю, еще три «Гала-2» нам и забьют. Мы болеем за «Бобров», конечно же. За кого еще? Но «СКА» тоже молодцы. Я и за них болею тоже. Начатое нужно доводить до конца. Второй период – тоже рвение. И снова две шайбы в воротах соперника. К концу матча цифры доходят до 6-0. Однако на хозяйское стремление закончить игру в сухую, гости все же размачивают ноль на табло. 6-1 – победа за «Бобруйчанами». Сегодня ребята здорово отработали. И в атаке, и в обороне. То есть, хорошие моменты были. Набрасывали, шли на пятак. То есть, мы довольны. Соскучились, тренировались, готовились к этой игре. Поэтому ждали. Ждали победы. Хорошая победа, хорошая игра в нашем исполнении. Выполняли тренерскую установку. Плюс при своих трибунах они гнали нас вперед. Я думаю, у нас в этом матче все получилось. Всегда приятно побеждать. Неважно, какой счет. Бывают же игры кость-в-кость, где ты в одну шайбу там забил, в концовке выиграл. Любая победа прекрасна, особенно при своих болельщиках. Очередной матч со СКА Динамо проводит 5 сентября. Со слов тренерского штаба и игроков, головокружение от первой победы в сезоне от них точно не стоит ждать. Для ответной встречи нужна концентрация. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360.